Всех приветствую, с вами Борис Лобода. В этом видео мы займемся модернизацией ленточной пилы. Изменения будут относиться к механизму натяжения верхнего колеса, который натягивает ленточное полотно. Тут есть внутренняя рамка, на которой закреплено колесо и установлена шпилька, которая тянет колесо вверх. Тут у меня установлена шпилька на М10, я хочу ее поменять на М14, на более мощную, потому что тут уже и резьба пару раз срывалась и даже тут вверх немножко погнулся. Но основная доработка будет касаться мягкой подвески, в принципе у меня установлена пружина для демпфирования и вот вместо этой пружины я хочу установить пакет упругих планок. Они вот нарезаны из ясеня, ну и тут изменением количества планок можно легко менять, скажем так, упругость или жесткость подвески этой. Чтобы планки хорошо держались, я поставлю вот еще такие вот опоры поддерживающие. Планки будут устанавливаться здесь, входить в этом пазу, опираться, чтобы они в стороны не расходились, не рассыпались. Для планок мы используем ясень. Древесина у него вязкая, хорошо демпфирующие удары. Он часто применяется для изготовления ручек, всякого рода ударных инструментов, топорич, молотков, стамесок и тому подобного. Я здесь закруглил опоры для того, чтобы планки, когда будут прогибаться, не опирались на углы. Подвеска у нас будет собираться по такой вот схеме и здесь вот будет садиться на раму. И садиться на низ. В relygем. Используем. Используем. Помогу. В пламени. Продолжение следует... Вот у нас получились две опоры, теперь мы их устанавливаем на рану. Продолжение следует... Обе опоры закреплены, теперь нужно поменять шпильку. Продолжение следует... Теперь можно будет снять колесо, когда я шпильку убрал, потому что шпилька не даст нам колесо вынуть. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...